Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, и я знаю прекрасно, что вас уже давно заколебали мои караси, и как бы уже и комментики появляются, что вот-вот-вот, и даже сделал, получается, опрос по поводу других игр. Короче, карась вас заколебал. Честно скажу, карась заколебал и меня. Так, а чё случилось? Где моя леска? Чё-то не пойму. Ну, рыба есть, но ох, куда она утянула. Так, в этом видео мы с вами попробуем половить язя. Попробуем половить язя и головля. Ну, в принципе, эти две рыбы клюют на эти снасти, клюют в этом месте. Что-то долго я так буду тащить, очень долго. Ну, ок. Сейчас вытащим. Подбежал сюда, чтобы было быстрее вытащить эту мелкую рыбёху, или даже рыбёхи нету. Они есть. Ё-моё, ну и рыба. Настроить надо... А, 50 скорость. Самое, что интересно, это вьюнец, ребят. Кто не понял, что это вьюнец, это вьюнец. И здесь мы, я же говорю, будем ловить головля и ловить язя. Но основной упор, естественно, на головля. Клипса 9 метров у нас. Ловим мы на опарика. Пока точка актуальна. Рыбка ловится, всё ловится. Ну, вот она сейчас, правда, далеко повыводила, но это всё тоже ерунда. Главное, вовремя подсекать. И в чём прикол этого водоёма? Это то, что когда забрасываешь донку, это ж река. У вас автоматически она немножечко относится к течением, и вам совершенно не нужно подтягивать леску. Не знаю, может быть, для кого-то это всё ерунда, всё фигня. Ну, мне, к примеру, не очень нравится, когда надо каждый раз перед забросом подтягивать леску. Да, вот такая вот я ленивая задница. Но здесь такого делать не нужно. И поэтому это очень круто. Ну, по крайней мере, для меня. Для остальных, не знаю. Кидаем прям в коряги туда, не боимся. Прям хреначим. Она от коряги отскакивает, наживка. Вот ещё была поклёвка. Вот опять утащила рыба, хрен знает куда. Сейчас пробежимся и вытащим её отсюда. Здесь будет быстрее. Вот так вот всё это вылавливается. О, отголовлик, по-моему, первый, да? Нет, латвичка. Эх, глаз ещё пока не наметался. Ловится здесь очень хорошо. Точечка актуальна, я же говорю, рекомендую всем пока что на данный момент. Как здесь ловить? Всё, как и всегда, закидываем, ждём. Курим бамбук немного и вытаскиваем рыбу. Всё проще... Угу, тут у нас ни черта. Всё проще простого. Никто велосипед не изобретал. Если леска провисла, сразу же подсекать не нужно. Это такой мини-советик. Надо немножечко подождать. Подождали, она опять натянулась, а тогда можно подсекать. Рыба будет практически 100%. Но никогда не забываем, что как бы удочку начнёт утягивать. Здесь может быть такого и не быть. Вы можете тупо сидеть и думать, почему у меня не клюёт. А потом, когда начнёте собирать удочки, у вас там будет по рыбе на каждой удочке висеть. Поэтому всем я настоятельно рекомендую проверять. Вот, к примеру, леска вот висит, да? Ну, натянута вы взяли, на рочку нажали. Ага, скорость подмотки. Вот видите, тут даже полтинник не стоит. Подрегулировали. И поставили назад. Всё. И ждём дальше. Если вдруг потянет что-то, вот видите, хопа, провалилась леска. И опять натянулась. Всё, уже можно подсекать, будет рыбка. Вот. И рыбка, в принципе, уже неплохая. Головля можно ловить и на вот эти вот спиннинги, которые 170 монет стоят, наборы. Если только клюнет прям уж очень крупный голавль, тогда с ним будут, конечно, проблемы. А так, в принципе, за 1,8 кг ловил, 2 кг ловил. Головль особых проблем мне не доставлял. Либо я уже поднабил руку и уже могу как-то пробежаться куда-то по этому, по вьюнцу туда вперёд, пробежаться как бы чуть-чуть назад и спокойно выловить. Я не знаю, фракционом могу уже более-менее нормально пользоваться. Может быть, это тоже как-то играет какую-то роль. То есть, навыки, да, скилл уже игровой поднабился. Но советую всем прийти. Вот, видите, фракцион пошёл, пошёл, пошёл. Головля главное успеть вытянуть вот так вот, чтобы он хапанул кислорода. Как только он успел, он хапанулся, он уже потом не боец. Он уже борется плохо, ему уже не нравится. Он хочет, ну как, он уже хочет отдохнуть. И его можно спокойно уже потом вытаскивать. Рыбка классная. Хочу сказать, что ловил я её где-то часик. Просто зашёл, у меня было время. Думаю, ну что, часик надо половить, потому что бабки надо оформить. Сами понимаете, да, ребята? Денюжка нужна, иначе постоянно смотреть, как я ловлю карася, вы не будете. Да, я самому уже, честно, надоедаю этот карась, дурацкий. Хочется разнообразия. Кстати, апнул 14-й, грацульки у меня с 14-м. Поэтому голавль это отвлечение. И отвлечение достаточно хорошее, потому что рыба за полтора килограмма стоит 6 монет. То есть, плюс квесты на голавля есть. Также ловится здесь и платва, и густера, и ловится перловица, ловится елец. И всё это можно сдать по квесту. Поэтому определённо смотрим, что есть в кафе хизо-квесты, когда ловите. Вот видите, хопа, натянулось, всё, подсекаем. Ловите, и, естественно, идёте, сдаёте. Денюжка, прирост достаточно хороший, более 100 монет. Ну, естественно, тоже, в зависимости от того, какие квесты в кафе, какой у вас был клёв, как вам повезёт. Мне повезло в прошлый раз очень хорошо. То есть, я сдал квест на голавля 1 на 40 монет. На густеру, у меня как раз была густера, вот она. Тоже там было 5 штук, я тоже сдал где-то монет на 35. Потом перловица была 3 или 4 штуки, я тоже сдал там где-то около 25. И плюс ещё так продал на 70 монет, по-моему. Это у меня было всего лишь там 60 рыб в садке. То есть, смекаете, да? То есть, очень выгодно и очень круто. Поэтому рекомендую всем это местечко. Идите, точка рабочая, всё ловится. Клипса 9, опарик. И рекомендую не тратиться на наживку, потому что на своём примере могу сказать, я купил и кузнечика, и купил жука. Жука сразу не скажу, ребят. Сейчас, 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 сейчас. Не скажу, вот, майский жук купил его, купил кузнеца. Видите, каких объёмах я купил. Думаю, если будет клевать, чтобы не бежать на базу. Но, он совершенно не пригодился. То есть, опарик своё дело выполняет. Такая наживка недорогая, актуальная и, как видите, действенная. Всё ловится, ловится отлично, рыба идёт. И всё замечательно. Вот такие пироги. Видите, поклёвочка есть. А если у вас ещё есть возможность как-то подкормить рыбку, то без проблем, мне кажется, это только будет ещё лучше даже. По клёву. Но клёв, ой клёв, прикормочку я желательно, наверное, рекомендую вам использовать на езя. Я тут почитал комментарии в группе рыболовной и пишут, что некоторая прикормка может даже... Ох, какая густёрка хорошая. Некоторая прикормка, она даже может отпугивать рыбу, то есть клёв ухудшится. Не знаю, как влияет это на головля. На карася эта хрень вообще не влияет, а вот на густеру уже влияет. На головля не знаю, ребят. Поэтому лучше аккуратно. Лучше аккуратно. Я пытался сделать, но у меня навыка приготовления прикормки ещё очень мало. Поэтому я не смог сделать такое. Если у вас он позволяет, естественно, заходите, естественно, делайте. Лишним это не будет, это 100%. Ещё такой советик, ребят. Я сейчас хочу прокачаться до флюрокарбонового поводка и пойти ловить густеру. Сейчас прошло немножечко там изменение точек. И густера как из пулемёта клюёт, если не пофиксили ещё. Ну, по-моему, ещё не пофиксили эту тему. Люди там ловят на локации, на остроге. Более, наверное, 100 человек сидит и фигачит эту густеру. У меня ничего не клюёт. Я даже пробовал самую тоненькую лесочку, крючочек пробовал. То есть, изворачивался как мог, потратил денег. Ой, даже, знаете, жалко. Около 250 монет. Потому что я плюс ещё с наживками там экспериментировал. Нифига, ребят. У меня ни одна густера не клюнула. Здесь же, как видите, даже густера клюёт. Но там люди, я думаю, в основном сидят, наверное, для того, чтобы поймать трофей. Хотя, может быть, даже для фарма сидят. Но люди писали, что некоторые даже с Амура приехали, лишь бы половить густеры. Поэтому советую вам пойти. Кто не знает, где ловить, заходите в группу ВКонтакте. Русская рыбалка 4, где клюёт. Думаю, все, кто играет в РР-4, это узнают в группу. Если кто не знает, напишите просто в ВК. Русская рыбалка 4. Вам это высветится. И, естественно, вы получите там информацию по карте клёво. Точки там все обновлены, актуальны. И можете очень круто наживиться. Если у вас открыт флюрокарбоновый поводок. У меня, к сожалению, пока что ещё не открыт. Ещё копим. Пока докоплю, наверное, до поводка. Естественно, уже, наверное, точку подрежут. Точку подрежут. И даже, смотрите, несмотря на мои все траты. У меня бы уже, наверное, если бы я не тупил. Не тратился бы, знаете как. А, пойду я сейчас закуплю наживки. И поснимаю какую-нибудь другую рыбу. Или ещё что-то попробую половить. Я бы уже, наверное, накопил бы 1800 монет. Вот серьёзно. Вот если бы я сидел, ловил тупо карася. Я бы уже, наверное... Ну, правда. Я бы уже, наверное, выловил так на 1800 серы точно. Если бы я сидел, задротил на карася постоянно. За час карась ловится очень хорошо. Прирост по бабкам очень такой хороший. 70 монет это минимум. Это в среднем, ребят. Это в среднем 70 монет. Это, знаете, как российские зарплаты. В среднем. Всё считается в среднем. Когда кто-то зарабатывает 20 миллионов, а ты зарабатываешь там 10 тысяч, в среднем 30 тысяч выходит. Или 40 тысяч там средне заработное. И в итоге всё чётко. Поэтому тут тоже в среднем. Поэтому можно 40 монет заработать, можно 100. Всё, естественно, зависит от времени, от погоды. Сами знаете, карасик тоже иногда может не клевать. Но на нём бабки поднимаются тоже достаточно хорошо. Поэтому рекомендую, естественно, ловить карася. Рекомендую густеросли открыт поводок. У меня, кстати, тут один навык. Так как я ещё не распределял... Ой, что я делаю, ё-моё. Так как я ещё не сбрасывал навыки, я могу их потом перебросить. Я думаю, в безинерционную катушку надо вложить. Дальность и точность заброса. Или, может быть... Или, может быть... Нет, донная оснастка простая нет. А вот катушка безинерционная. Дальность и точность заброса. Ещё, кстати, есть навык. Где он? Где он? Где он? Трофеи нет. Это всё не то. Ну вот, наверное, сюда. А поводок, наверное, просто... Да, это просто, наверное... Открывается поводок. Ну давайте, наверное, всё-таки подождём. Подождём. О, рыбка, видите, уже сидит. Уже хорошо. Вдруг там можно будет его прокачивать. Я просто не знаю. Но мне кажется, это просто открытие, что поводок можно будет... Если у вас вдруг здесь не будет клевать ясь или головы, всё, может быть. Столкнулся вот с человеком, тоже сидел, ловил. Пишет в чат парень. Почему меня не клюёт? Все молчат. Думаю, ну, я как бы в основном редко отвечаю, потому что я не профессионал. Я не могу очень многого подсказать. Пишу. На что ловишь? Естественно, наживка. Что там? Как? Я там, вот видите, тут уже сидит рыба, поэтому надо... И причём очень хорошее. Надо всегда проверять. Ух, и тут реально хороший головлик сидит. Гляньте, гляньте, как пошёл. Пошёл, 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 пошёл. Удочка аж опускается. Нифига себе. Всё. Как только мы его подняли, думаю, 1,8 кг, 1,9 кг точно. Сейчас достанем. Думаю, так даже достанем. Нет. Не достанем. Садочек. Ой, садочек подсак нужен. А, 1,5 кг. И опыт идёт хорошо, и денюжка хорошо. Как только мы вот одна оторвали, всё. То есть он уже не боец, он уже не борется, ему уже это неинтересно. С его стихией его выдернули, он уже всё. Тут, в принципе, что прям не этот, не ленимся никогда подбежать. Не ленимся. Так будет быстрее. То есть что такое, не понял. А, всё понятно. Платвица. Платвицу можно было, конечно, и так достать. То есть захотел повыделываться. Такс. Отличненько. И, по-моему, тут ещё был клёв. Нет, видите, тут клёва нет. Опускаем. Офигенно то, что она натягивается сама. А тут что-то, да? Или нет? Нет, нету ничего. Река натягивается сама. Но если запустили, точнее упустили, да, к примеру, ушли куда-то там, за чайком себе, и забыли заснасть. Вот это может рыба её туда утянуть, далеко по течению. Вот это уже идеальная поклёвка. Возможно, даже что-то офигенное. Да, ну... Да, ну... Серьёзно? Не ожидал я такого. Обманули меня. Вон, людишки там тоже в чатике переписываются. И я тому парню как бы подсказал, начал ловить. Он всё сделал, как я ему подсказал, но у него всё равно не клевало. То есть, я думаю, погода как бы меняется. У каждого погода своя, мне кажется. И у каждого, то есть, своё... Свои условия ловли. Вот такая вот ерунда может быть. И поэтому у кого-то может клевать охренительно, а у кого-то нет. Вот такая фигня, друзья. Ладно, сейчас ещё ловлю полчаса, и потом пойдём сдаваться. Небольшой совет, ребят. Если рванули, не дай бог, ночью половить рака, тут рядышком можно его половить. Вот здесь, на точечке 19-25, то лучше этого не делайте. Вот правда. Я погнался за ним, и в итоге остался с носом, не поймал ни одного рака, и потерял ночь. А ночью можно было, хоть голову или не так часто клюёт ночью, но хотя бы думал, рыбок 5 я бы поймал. Поэтому 4 часа потрачены впустую, естественно, время тоже. Не советую так делать. Дамы и господа, у нас прошёл ровно час, и сейчас мы телепортируемся к кафе. Жух! Мы возле кафехи, и давайте теперь смотреть, сколько мы можем заработать. У нас 44 рыбы с вами. Да, кафеха в этот раз нас не радует. У нас нет ни одной рыбы, которую мы можем продать в кафе. Довольно печально. Ну ничего, бывает иногда и такое. Поэтому, сегодня нам не повезло. Мы идём на рынок. Смотрим. 78 монет за час лова. В принципе, считаю, очень достойный результат. Если не считать того, что мы с вами просрали всю ночь, ну точнее, я просрал ночь, и за ночь мы могли поймать ещё около 5-5 рыб минимум, ну за 4 часа. То есть 5 рыб, я думаю, по-любому могли бы мы с вами поймать, может быть даже больше. Поэтому 78 монет, я считаю, это отличный результат. И, естественно, дальше сейчас буду останавливаться, ловить на этом месте. А вам я желаю, дорогие друзья, удачи. Подписывайтесь, ставьте комментарии и советуйте новые места. А Камарачи был на связи. До скорых встреч. Пока-пока.